Традиционная августовская педагогическая конференция – это сигнал о том, что учебный год начнется очень скоро. В здании филармонии учителя со всей области собрались для того, чтобы обсудить итоги прошлого учебного года и наметить планы на будущее. Всеобщее внимание привлек робот по имени Рюрик. Его создали для того, чтобы он обеспечивал дистанционное присутствие на уроке. Особенно важно это для детей с ограниченными возможностями здоровья. При разработке робота конструкторы постарались сделать его максимально удобным и безопасным. Корпус обтекаемый для того, чтобы при движении или если произойдет какое-то столкновение робот не мог нанести вреда ребенку или человеку, которому он столкнется. Кроме того, голова и ее движение головы обеспечивают то, что человек удаленно может акцентировать внимание на собеседники. И это прежде всего очень важно для того, чтобы робота действительно рассматривал как полноценный представитель этого человека, который удаленно к нему подключается. Рюрик хорошо видит и слышит, умеет поворачивать голову и свободно перемещается. На его голове расположены видеокамеры и два микрофона. Обмен информацией осуществляется посредством интернета. Ребенок, находясь за несколько километров от школы, при помощи Рюрика будет всегда в курсе того, что происходит на уроке. Где именно поселится робот, пока не сообщается. Известно, что в сентябре в Иваново привезут робота девочку. Разработчики говорят, что управлять такой техникой совсем несложно и дети осваиваются быстро. Высота робота специально предусмотрена такая, для того, чтобы ему было удобно общаться с сидящим человеком. Он был чуть ниже сидящего человека. Все остальное сделано таким образом, чтобы минимизировать различные проблемы, которые могут возникнуть при перемещении робота по помещению. Например, даже ширина робота 55 сантиметров обеспечит его прохождение через любые двери. В этом году возможность дистанционного обучения, наконец, получат все ребята-инвалиды, проживающие в нашей области. Ивановскому региону на закупку специального оборудования было выделено более 20 миллионов рублей. Эти средства будут израсходованы на приобретение, в первую очередь, компьютерного оборудования для 30 детей с ограниченными возможностями здоровья, у которых нет противопоказаний, обучаться на дому с помощью дистанционных технологий. Стоимость этого оборудования различна от 120 тысяч до 600 тысяч рублей, в зависимости от того, какие заболевания, какие особенности состояния здоровья детей. Еще 5-6 лет назад во многих школах компьютеров не было совсем. Об интерактивных досках, электронных дневниках, учебниках и журналах даже было сложно подумать. Теперь все это стало необходимостью, которую системе образования диктует прогресс.